Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я начинаю новую рубрику на своем канале. Она называется Дебют за 10 минут. Мы сразу же начнем с тяжелой артиллерии и зайдем с целианской защиты. Ну, конечно же, не со всех вариантов, а с варианта дракона, ускоренного дракона, если быть точным, чтобы не дать белым рокироваться в длинную сторону в некоторых вариантах. Итак, начнем. Мы играем за черных. Белые начинают е4, c5, конь f3, конь c6. В этой позиции ваша задача, поскольку мы будем играть дракона, это развить слона на поле g7. Скажу сразу, что у белых здесь есть несколько продолжений. Допустим, если белые играют слон c4, то мы играем g6, рокировка, слон g7. И, допустим, если белые играют в таком итальянском стиле, то мы тоже будем развиваться спокойно. Например, при ходе конь c3 ваша задача развить коня. Вы можете это сделать через d6 и конь f6. Это нормальный способ. Вы можете также это сделать через e6, d3, к примеру, и конь e7. Тоже хороший способ. И здесь, кстати, есть небольшая ловушечка даже. Если белые играют слон e3, то мы можем выиграть фигуру ходом d5, ed, ed, слон под боем, слон уходит, d4, черные победили. Ну, если вы дальше сможете реализовать этот перевес. Поэтому, если белые развиваются спокойно, так, по-итальянски, да, что они могут делать против, например, хода e5, то мы с вами развиваемся вот этим способом. Белые иногда ходят здесь конь g5, атакуя пешку f7, как вот в атаке, да, которую мы рассматривали с вами, атака жареной печенки. Но мы играем просто e6, защищая пешку на f7, и очень многие здесь за белых ходят ферзь f3. Мы тогда забираем на g5, и у черных, в принципе, выигранная позиция. Главное, не зевните тут ферзя, если в будущем пешка пойдет вперед, ферзя под боем не оставляйте. Итак, если же они не играют по-итальянски без хода слон c4, они могут пойти здесь еще слон b5. Это так называемый вариант рассолима. Его играют, ну, на низких уровнях его играют пореже, на более высоком оно встречается. Здесь мы тоже будем развивать, в принципе, слона спокойно, по драконьи. Если они забирают на c6, то мы можем съесть, ну, я буду рекомендовать вам бить к центру, да, пешкой b, все-таки, как вы привыкли, по правилам, рокировка слон g7. Вот, и далее белые могут развиваться по-разному. Если они где-то пойдут d4, то вы, конечно же, забираете. Если они просто спокойно играют d3, то мы можем тоже спокойно развиваться. d6, конь c3, скажем, и в этой позиции есть разные пути развития. Иногда можно даже коня выводить через пункт e7, то есть, например, играть тут e5, и далее коня ставить на e7. Иногда некоторые игроки даже ставят коня на h6, и потом через поле f7 возвращают его в игру таким образом. У черных полный порядок здесь, в принципе, никакой атаки на вас сразу не произойдет. Будет спокойная позиционная игра, может быть, у белых небольшой перевес, но ничего критичного здесь нет. Поэтому так мы будем отвечать на вариант рассолима. Далее, если белые все-таки играют основной вариант, основной вариант это ход d4, на него стоит потратить чуть больше времени, потому что этот ход будет встречаться чаще всего. Здесь мы будем играть cd. cd, конь бьет d4, и g6 все так же под драконьей. Если белые тут играют конь c3, мы пойдем слон g7. И далее, если белые где-то бьют коня на c6, конечно же, вы знаете, что делать. Мы бьем к центру, да, более дальнее от центра пешкой, ближе к центру. Далее, если белые развивают слона здесь, главное иногда следить за тем, что если вы выведите коня на f6, то соперник ответит ходом e5, и коню будет некуда ходить. Поэтому лучше здесь пойти, ну, например, ферзь c7, рокировка, конь f6. Или же можно пойти здесь d6, рокировка, конь f6, чтобы не было хода e5. Предотвратили это предыдущим ходом. Все в порядке у черных. Если же белые не забирают на c6, а делают самый точный ход в этой позиции, слон e3, защищая коня, то мы будем играть конь f6, и далее у белых есть несколько путей. Если они пытаются рокироваться в длинную сторону, например, ферзь d2, рокировка и 3-0, то здесь всегда помните, что вам выгодно отъесть чернопольного слона белых. Поэтому мы играем конь g4 и отъедаем этого слона. Если же белые препятствуют этому и играют конь c6, bc и слон d4, то черные уже красиво выигрывают партию после хода слона h6, связка, f4 и e5. Получается вот такая красота. Бить нельзя, потому что ферзя на d2 заберем. А если слон уходит на e3, то мы заберем, ферзь бьет e3, слон f4, черные выиграли ферзя на связке. Итак, белым не так легко уйти в длинную рокировку, потому что везде есть ресурс конь g4. Поэтому белые могут начать с хода f3, рокировка, и ферзь d2. Но в этом случае конь g4 мы, конечно, не пойдем, но у нас есть другая магистральная идея, и это ход d5. d5 после еd конь бьет d5, если бьют на c6, мы с удовольствием заберем, если бьют на d5, мы с удовольствием заберем. И далее у черных позиция лучше, потому что у черных сильнее центр, у черных сильный слон на g7, и черные могут включить в игру ладью с поля b8, ферзя иногда с поля c7, поэтому рокироваться в длинную сторону здесь белым точно плохо. Ну а если они как-то играют типа c3, то можем пойти e5, слона поставить на e6 или на b7, и далее у нас центр подвижный, мобильный, в какой-то момент можно одну из пешек протащить вперед, но пока что центр полностью под контролем черных, поэтому у черных все хорошо. По этой причине ход ферзь d2 в сочетании с ходом f3 тоже неудачный, потому что есть ход d5, это запоминаем. Поэтому наилучший способ игры в этой позиции за белых, это слон c4, рокировка, и далее не f3 и не ферзь d2. Если ферзь d2, то то же самое, конь g4, у нас есть ресурс, и у черных хорошая позиция. Если же здесь играют f3, то именно в этом порядке ходов, это запомните обязательно, именно в этом порядке ходов у черных есть ловушка. Черные после того, как слон на e3 остался без защиты, после хода f3, и слон вышел на c4, черные играют в ферзь b6. Это очень сильный ход, потому что теперь кажется, что мы нападаем на пешку b2, многие игроки здесь играют слон b3, и тогда следует вот такой удар. Конь бьет e4, вскрывая слона с поля g7, конь с поля c6 и ферзь с поля b6 смотрит на коня на d4. Поэтому если вдруг белые забирают на e4, то мы забираем коня на d4. По компьютеру здесь у белых равенство после хода конь d5, но там ферзь a5, шах, c3, и мы можем увести коня на одно из двух полей, но эта позиция вряд ли будет у вас встречаться слишком часто, потому что соперники, если уж они не знают эту тактику про конь бьет e4, вряд ли будут знать про ход конь d5. Поэтому такое сочетание ходов, как слон c4 и f3, тоже ошибочно из-за хода ферзь b6. Так что единственно правильный вариант за белых это ход слон b3, после которого мы можем спокойненько пойти d6, ну и далее стараемся либо пойти конь g4, либо атаковать на ферзь в фланге, если они играют тут f3, то мы играем слон d7 и начинаем где-то надвигать пешки a5, b5, стараемся атаковать на ферзь в фланге, белые будут атаковать на королевском фланге, а мы на ферзь в. Это самый основной вариант с цирианской защиты за черных, если играют d4, все открытое. Теперь поговорим еще про два варианта, которые стоит знать. Это вариант Алапина и это ход c3. Рассматривая вариант Алапина, мы должны понимать, что самое главное не действовать по шаблону и не выводить коня на c6, а в этой позиции мы должны сыграть, ну допустим, конь f6. И если же соперник толкает пешку вперед, поскольку других вариантов у него особо нет, конь-то на c3 больше не выходит, это и есть минус хода c3. После хода e5 мы можем пойти к конь d5, и далее, если белые продвигают пешку в центр, мы ее заберем, соперник ее съест, и мы можем спокойненько подрывать центр ходом d6, потом вывести коня на c6, ну и в какой-то момент можно рассматривать ход de, чтобы разбить центр. А если соперник будет бить нас, то при случае старайтесь бить именно фердем, ну или даже слоном, потому что иногда наша пешка встает на e6, и тогда слон с поля f8 может бить пешку на d6. Вот, и тогда у белых останется изолятор на поле d4, а у нас изолятора не будет. Поэтому так мы отвечаем на вариант Алапина, ну скажем, если соперник тут пошел конь f3, можно спокойно пойти конь c6, и где-то здесь пойти либо e6, слон e7 и рокировка, либо даже de в нужный момент пробить. А если забирают, бьем чем? Правильно, пердем. И у черных прекрасная позиция. Так мы должны отвечать на вариант Алапина. И последнее, пожалуй, что нам нужно разобрать в этом дебюте, так достаточно кратенько, это закрытая сицилианская. Закрытая сицилианская получается после хода конь c3, мы пойдем к конь c6, и допустим белые здесь сыграют либо g3, либо f4, по сути ничего сильно не меняется. Допустим, если играют g3, мы играем g6, наша расстановка та же самая, да, драконья. Слон g2, слон g7, допустим, здесь белые играют конь e2, мы здесь пойдем d6, белые пойдут d3, мы тут можем пойти e6, белые сыграют, скажем, если слон e3, то можно поставить коня на d4. Это хорошее поле, чтобы белые не провели d4. И далее план игры у черных, это игра на ферзьевом фланге. Поставить ладью на b8, и далее b5, a5, b4, a4, a3, начинать двигать пешки на ферзьевом фланге. Если же соперник играет не так, а играет чуть-чуть по-другому, и в какой-то момент играет f4, скажем, где-то здесь, то мы делаем ровно то же самое, d6, сюда, e6, допустим, d3, конь e7, рокировка, рокировка. И наш план, это игра на ферзьевом фланге. Ладья на b8, b5, a5, b4, и начинаем надвигать пешки на ферзьевом фланге. Если же белые играют закрытую сицилианскую, другим образом, ну, например, они здесь ходят без g3, а, например, сразу f4, мы делаем ровно то же самое, g6, конь f3, слон g7. Далее, если соперник играет слон b5, то здесь у нас уже есть возможность не менять коня на слона и пойти конь d4. Это хороший ход, его и будем делать. Но если белые играют слон c4, конь не висит, соответственно, мы играем просто e6, допустим, рокировка, конь e7. И если белые продолжают играть вот в таком обычном ключе d3, то здесь даже сильно продвинут пешку на d5, потому что если удастся разбить эти пешки белых, это очень выгодно для черных, если они съедят. Ну, даже если они не едят, а отступают назад, мы спокойно рокируемся, и где-то здесь все равно стараемся надвигать пешки на ферзьевом фланге. Такие планы у черных. Главное, следите за атакой белых, например, ферзь e1, садея ферзь h4. Мы можем тут пойти даже конь a5, ферзь h4 и конь c6. Нам выгодно поменять этих ферзей, и у черных хорошая позиция после размена, потому что атаки никакой не получится, а конь g5 можно пойти h6. Вкратце, по сицилианской защите это, в принципе, все. Изучайте больше уже самостоятельно, смотрите по компьютеру, по дереву. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Старайтесь играть сицилианскую защиту. Я думаю, что вот этот вот, как бы, краткий обзор, он вам даст уже, даст такой фундамент для того, чтобы вы могли играть вариант дракона. Всем спасибо за просмотр, друзья. Увидимся в следующих видео. Всем пока.